Возможны трудности. Рострафнадзор сообщает, что в настоящий момент могут возникать задержки в доставке некоторых лекарственных препаратов в аптеке. Также ведомстве предупреждают, приобретенные через перекупщиков препараты могут оказаться недоброкачественными, поэтому лучше подождать, когда небольшие задержки доставки лекарств в аптеке, связанные с логистическими проблемами поставщиков и производителей, будут решены. Все под контролем. Ценовая динамика на продовольственном рынке соответствует сезонным тенденциям. В частности, в начале января наблюдается традиционное повышение цен на плодообощную продукцию, сообщает Минсельхозе России. Курс на культуру. На заседании правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина обсудили более 20 нормативно-правовых актов и вопросов в различных сферах деятельности. Отдельное внимание было уделено постановлению о предоставлении на 2023 год субсидий из регионального бюджета муниципалитетам на проведение мероприятия «Пермский край. Территория культуры». Как рассказали в Министерстве культуры Пермского края, документом определен общий объем субсидий на следующий год. Он увеличен и составляет в порядка 27 миллионов рублей. Отзывчивый край. Благотворительный фонд «Дед Морозим» подвел итоги проекта «Донорство ума». Так, за прошлый год 575 жителей Пермского края вошли в национальный регистр доноров костного мозга, получив возможность спасти жизнь пациента с онкологическим заболеванием. Узнать, как стать донором, можно на сайте фонда «Дед Морозим». Рождественский турнир. В Селькамском центре творчества «Звездный» 21 и 22 января будут проходить соревнования по скалолазанию «Рождественский турнир». Желающим принять участие нужно подать заявку по электронной почте до 19 января. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова